Ну ничего, ничего. 4 метра 25 килограммов гигантский питон попал в центр передержки из столичного хостела. При проверке хостела на противопожарную безопасность попутно нашли мешок вот с таким экземпляром. И никто даже не смог объяснить происхождение. В том самом хостеле все еще хранят корм для змей и кого-то старательно прячут в кладовке. Нельзя, нельзя, уже питона давно нету. За питоном наказали уже человека, все. Питон таких размеров может за 15 минут задушить взрослого мужчину. А эту небольшую, но очень ядовитую бойгу нашли в одном из спальных районов Москвы. Для ребенка или для женщины в возрасте вполне себе летальный исход. Встретить змею сегодня может каждый в собственном подъезде. Интернет буквально кишит объявлениями об экзотических присмыкающихся. Обычный панельный дом. У Анастасии королевские питоны живут в шкафу. Цена до 25 тысяч. Есть и дешевле, но очень агрессивные. Вы сейчас подойдете к нему носом, он в нос бросится. Похожая коллекция в августе расползлась по Ленинскому проспекту. Амурского полоза спасателям пришлось снимать с дерева. У Анастасии побегов пока не было, но соседи ждут. При безобразии. А вдруг убегут? Передушатся по подвалам, могут попасть по трубам, чердакам. Ну а кто ее знает? Это змея. В жилом доме, тем более, у меня ребенок маленький, не хотелось бы. Торговля змеями действительно прибыльный бизнес. Контрабанда. Они попадают в Москву со всего мира. Этих привезли из Вьетнама, а этих нашли в чемодане, прилетевшем из Германии. Наказать домашних торговцев змеями сложно. Уголовная ответственность грозит только за продажу ядовитых. Все любители змей говорят, ну как, она же не ядовитая, она же хорошая, она спокойная, ровная. Но, учитывая фактор неожиданности, например, ну, наверное, не должно быть змей в многоквартирных домах. 15 змей, пойманных в Москве в этом году, отправят в Костронской серпентарии. Но в центре передержки уверены, в ближайшие месяцы здесь появится как минимум столько же.